Привет дружище, меня зовут Шамба и мы играем в готику. В прошлой серии мы освобождали не совсем свободную шахту от присутствия старого лагеря. Так мы нашли также орка по имени то ли Тарак, то ли Игарак, не помню точно. Он нам сказал, что нужно для того, чтобы изготовить улумулу. Для этого необходим зуб тролля, рог мракорица, зуб баллотажора, язык огненной ящерицы. И как понимаю, улумулу это будет что-то вроде ожерелья такого. И в общем все ингредиенты будем сегодня добывать. Огненные ящерицы обитают на побережье, но туда быстро никак не попасть. Давайте отправимся к Сардасу, около него там парочка тоже была. Так, телепорт. Сейчас на втором этаже, нужно будет подняться тогда на лестницу, потом зайти в сверкающий портал. Да, Сардас, ты мне лучшую рун телепортации создал. И не к нему, и не вниз. То есть, ни туда, ни сюда. Ладно, поднимаемся. Кроме того, огненные ящерицы раньше меня с одного дыхания сжигали. И это было весьма печально. Посмотрим, теперь что-нибудь изменилось. У меня что есть из защиты от огня. Во-первых, талисман шамана. Одеваем его. По поводу колец. Сила 10. Защита от огня 5. Вот сюда можно еще одну защиту от огня одеть. На троечку. И в принципе-то все. Сколько у меня теперь максимальная защита от огня? 63. Но я думаю, не должны теперь спалить эти ящерицы. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Итак, я пришел в то место, где обитают огненные ящерицы. Давайте проверим нашу защиту от огня. Я надеюсь, я не умру. Давайте вы по одному. Идите сюда. Дыхни на меня. Я сейчас проверю. Умру я или нет. Ладно, не хочешь, так и не надо. Не дыши тогда вообще. Ух ты, ух ты. Нет, защита от огня, хотя у меня 63, но совершенно не защищает. Я со второй ящерицы решил проверить и чуть не помер. Нет, это совсем не хорошо. Итак, у нас язык есть. Остался рок-мракурица, зуб-болотажеры и зуб-тролли. Самое сложное из 100% будет это зуб-тролли. Давайте отправимся теперь за зубами болотажеров и покараем этих болотажеров, которые обитали на болоте. Так, что я делаю? Некромант, маги воды, лечение, репортация в болотный лагерь. А, я хотел пополнить ману точно. А то она у меня закончилась. Бульк. И полетели в болотный лагерь. Надеюсь, местные будут счастливы к тому, что я избавлю их от болотажеров. Послушники будут мне теперь поклоняться, а не юбериону. Юберион между тем по-прежнему как лежал, так и лежит на своей постели и не встает. Так, а может мне еще силы вкачать 100? Да, думаю, что лучше я вкачаю еще 100 силы, чтобы 100% любое оружие я смог поднять, да и урон был бы повыше. Кроме того, мне кажется, 100 это как бы предел силы в первой готике. Я не уверен в этом, но есть такое подозрение. Хотя, с другой стороны, тратить очки обучения на это, если можно будет создать, например, парочку зелий и догнать до 100, не знаю. Так, а куда Курангард делся? Я думал, ты сбежал. Потренируй меня силе. Обучение. Я хочу улучшить свои навыки. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Я практически уверен, что я уже точно не стану хорошим магом, да и не особо хочется. Юберион, поговори со мной. Не хочет говорить. Хорошо, отправляемся на болото, бить болотажеров. Будем всех болотажеров убивать. Потому что, ну, почему бы нет халявный опыт. Как понимаю, новое снаряжение до новой главы не будет в любом случае. Несмотря как сильно я продвинулся по заданиям. А по поводу самих заданий, никаких дополнительных я не встречал. Я попробовал еще поговорить с людьми в новом лагере. Но никто новые задания не дает. То есть сейчас идет именно главный квест, главный квест, главный квест. Ну и всякие ответвления, типа доспеха из панцирей полсунов и все такое. Хотелось бы, конечно, больше заданий, но с учетом того, что сейчас прям нагнетается, старый лагерь захватил новую шахту. Мы отбили новую шахту, теперь собираем амулет для орков. Вот у меня силы 100, а меня столкнули как пушинка. Что за дело? Собираем амулет для орков. И было бы весьма странно, если бы я, например, сейчас отправлялся на задание, например, выковать меч какому-то там страшнику. Так что, в принципе, пойдет. Так, а у тебя не будет никаких диалогов новых, Горнаран? Нет, вот с ним почему-то нельзя никаким образом поговорить, при этом он именной персонаж. Ну что, болтажеры, тряситесь. Вот я первого уже вижу. Он меня, скорее всего, ранить вообще не сможет. Так, надо снова одеть правильные артефакты. Спящий не то. А где мое правильное ожерелье? Защит. Самое нижнее? Нет. Так, сейчас болтажер начнет меня жрать. Я выбираю ожерелье. Стоп, подожди-ка. Болтажер, подожди, у меня проблема. У меня вроде было ожерелье, которое давало много защиты от урона обычного физического. Где оно? Так, во-первых, это кольцо от меня. Да, отстань ты от меня. Ну ладно, ты сам напросился. Хватит, не лакируйте. Все, готов. Теперь, да, я спокойно выберу ожерелье. Вот. Я почему-то его сразу не заметил. Зачит, от оружия. Все. Теперь болтажеры, скорее всего, не смогут меня даже ранить. Клык, болтажеры, шкура. А где зуб? Хотя зуб, кулык, наверное, это одно и то же. Но мало ли будет, именно у какого-то болтажера особенный именной зуб, который необходим именно для улу-мулу. Так, конечно, бы не хотелось, но... Поэтому лучше всех болтажеров здесь победить. Ну и вот куда ты залез? Ты хочешь меня покусать? Нет, они на меня даже не реагируют. Понимают, что со мной лучше не связываться. Иди сюда, болтажер. У меня нет хорошего оружия. Че? Пора сжать отсюда! Когда они под воду уходят, они неуязвимы, получается, для урона. Вот я сейчас его долблю, но и ничего. Вот и вышел из воды, да. То есть как в воду ушли, то смысла бить по ним нет. Хорошо, следующий. Мне еще нравится, что за них прилично опыта дают. Иди сам ко мне, я тут буду очень долго до тебя плыть. Ух ты, три сразу. Удар в прыжке. Я понял, кого мне болтажеры напоминают. Есть такой фильм, старый, дрожь земли. Там, в общем, такие же черви были. Кто не смотрел, я рекомендую загуглить и посмотреть. Тонетки забавный фильм, старый американский. Ну, плывите сами ко мне. Очень долго до высоти опрыгать я не могу здесь. Да, молодец. Приветственная поза. Удар. Еще удар. Ударь критически, мы ему на пол-хп. Так, а что, то это я проигрываю. Так, мне проигрывать совершенно нельзя, потому что у меня нету сохранения, как бы. У меня нету сохранения, отстаньте от меня. Отстаньте. Не хочу заново загружаться. Уйдите от меня. Так, я убегаю. Надо сохраниться. Рискованно, но сохраниться. Что-то я как-то посчитал себя просто неуязвимым. Нет, не застревай. Лечение. Лечимся. Ух. Сейчас у меня придут кусать, опять же, правильно. Я чувствую, они уже за спиной, да, укусили. Возьми секиру. Осталось поединиться здоровью. Что они катаются? Хватит кататься. Готово. А этот сам по себе помер? Видимо. Нет, ну они так неплохо меня пробивают. По чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом уже и смотришь, и хэпэни. И за счет этого как-то происходит такой эффект, что не замечаешь урона, потом бац, здоровья нет, и все. Ты умер, загружайся. Идемте дальше. Как же плохо, что здесь нельзя прыгать. Очень-очень-очень медленно. А тут ничего не спрятанно. Я здесь находил какой-то интересный пень, с которым никак нельзя было взаимодействовать. Вот целебный корень. И, собственно, все. Больше ничего тайного на болоте не видел. Балатажор. Иди сюда. Не прячься, а выходи на честный бой. Не хочешь честный? Хорошо, я буду вправо-влево делать. Это тебе не понравится. 400 опыта. Сколько мне до уровня требуется? Чуть меньше 4000. 10 болотажоров, новый уровень. И, возможно, стоит все-таки взять третий уровень владения рунами. Потому что сила больше ста, наверное, не может быть. Остальное мне и не надо. Ух ты, какой хороший удар. Хорошо. Давай уже помирай. Отлично. Этот тоже готов. Я вот про этот пень говорил. Он как бы тут есть, но и все. Больше с ними какого взаимодействия. Возможно, на этом пне или пьедестале раньше лежал юнитор. Это было флагично. Потому что что-то похожее мы видели до этого. Но юнитор отсюда уже забрали. И послушник, который его нашел, уже был нами убит. Юнитор. Мы отдали магам воды. Кто меня живет? И вообще, цепочка заданий вырисовывается такой магией воды. Хотя, чтобы им помог Ксардос. Ксардос говорит, что он помогать не будет, что все это ерунда. И он хочет узнать про спящего больше. Чтобы узнать про спящего, нужно попасть в храм спящего, который находится под городом орков. А чтобы безопасно передвигаться по городу орков, нужно создать улу-мулу. Артефакт, который показывает, что ты друг орков или какой-то важный там персон на среде них. Вот такая вот цепочка вырисовывается. Это все, чтобы помочь магам воды. Плыви сам сюда, болтажер. Готово. Лечимся. Ашеш не трогать смысла особо нет. До уровня остались считанные копейки. Хватит ли болтажеров, чтобы поднять уровень мне или нет? Так, вот он следующий. Ну, раз вы сами напросились, то и вас попьет. Один удар. Один удар. One punch. Вот в этой избушке еще какой-то странный послушник живет, который мог бы меня сопровождать вообще по колонии. Мне непонятно, как он там живет, а почему его до сих пор не сожрали. Болтажеры, наверное, все-таки чувствуют. Там тепло, мясо. Ух ты, вас тут двое. Да, вот он, голый, бегает. Не знаю, чем занимается здесь. А он просто убегает. Возможно, именно поэтому не сожрали. Хотя вот так бегать по болоту, это не лучшая идея. Готово. Так, где тут еще один? По дому все лазит. Это чужой дом, куда ты залез? Ну, теперь этому послушнику будет мясо на полгода. Я не знаю, вот этих слизней есть. Фу. Хотя, с другой стороны, если подумать, едим же мы всяких кальмаров, мидий, осьминогов. Такой же кальмар, осьминог, мидий, только чуть побольше. Так, что я тут застрял? А ну, вылези. Все, больше болтажеров нету. Ну, по всей видимости, нет. Эй, успокойся. Успокойся, хватит тут бежать. Порост. Так, дальше мне нужен рог мракориса. Вот с мракорисами, мне кажется, будет проблема в том плане, что... А я всех мракорисов, как бы, что видел, убивал. А где они могут еще появиться, я без понятия совершенно. Есть, конечно, вариант около леса, который между старым лагерем и болотным. Давайте сейчас его проверим. Отлично. Как я думал, при старте этого задания, похоже, все мракорисы на карте обновились. Ну, или некоторые из них. И вот в лесу опять же мы встречаем этого мракориса. Мы уже его побеждали, победим. И теперь... Ну, вот и тряпка. Ну, ты тряпка. С таким оружием на раз-два убивается. А вот троллей. Где можно найти троллей? Нам говорили, что на севере. Может, рядом с местом обмена, потому что там есть какие-то непонятные проходы куда-то. Давайте-ка к месту обмена я сбегаю, либо, наверное, около старой шахты, либо рядом с ней можно найти. Потому что других вариантов севера, в принципе, на карте нет. Так, ладно, отправимся. Итак, я подхожу к месту обмена. И тут передо мной парни из старого лагеря. Мне кажется, сейчас будет рубка. Ты не смо... Настал твой час! Пощербы не жди! Настал час расплаты! Да-да-да, час расплаты близок. Папух. Я не знаю, кто ты, но ты мертв. Так, а что они тут делали? Это их ящик? Или ящик был до этого? Нет, ящик был до этого. Возможно, они здесь что-то охраняли. Кроме того, в одних из самых-самых первых серий по готике я проходил мимо места обмена, и там были ворота. Так, в общем, я поднялся на ворота, на изгородь эту, и решил покрутить колесо. Ну, чтобы то ли открыть, то ли закрыть ворота, и там меня убили. Мне кажется, сейчас пришло время мести. Кто-то из вот этих парней меня убил. Ага. Они стреляют? А мне сюда не попасть. Тут же зак... Хотя, почему не попасть? У меня есть всякие заклинания превращения в неизвестно кого. А магия... Лечение, глыб, телекинез, превращение в малого жука. У меня их сколько, цифра непонятна, но давайте попробуем. На... Что это за цифра? Девятка? Очень плохо отображаются цифры в готике. Итак, я превратился в жука. Я маленький жук, я ползу, я ползу. Никто меня не видит, никто в меня не стреляет. Я прополз здесь. Опа-ники. Что это было? Да, что это было? Это ветер, наверное. Настал твой час. Пощады не жди. Вот именно, час расплаты. И ты, страшник. По-моему, страшник меня как раз убил, когда я покрутил вот этот вот вентиль, вот это колесо. Я был немного в шоке от произошедшего. Я просто решил покрутить это колесо. Что с ним не так? Эту лебедку. Все, теперь ворота подняты, как и были раньше. Но я, конечно, сомневаюсь, что около места обмена могут быть тролли. Просто я здесь так давно не был. Интересно, что кроме этого изменилось здесь. И были ли новые посылки? Так, место обмена. Ну, никого не видно. Хорошо, пошел. Далее я на поиск троллей. Итак, я нашел тролля. До этого игры мы лишь однажды встречали тролля, когда вместе с Диего, точнее, Диего нам просто решил помочь, добывали один из юниторов. Итак, вот он тролль. Но в прошлый раз его удалось одолеть лишь с помощью заклинаний. Уменьшения. А вот сейчас у меня никакого заклинания и уменьшения нет. Это какой? Маленький тролль? Нет, это обычный. Ну, давайте попробуем. Почему нет? Хотя, если, например, молнии в него зарядить, может, у него защита от молний будет пониже. Так, превращение, 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 шаровая молния. Осталось две штуки. Одну использую. На девятку. Так, шаровая молния. Тролль. Поехали. Еще. Ух ты, я все заклинания свое потратил. Ничего не добился, а тролль меня увидел. Это плохо. Тролль. Ух ты, я тебе совсем мало на наш урон. Так, тогда вправо-влево. Ты не подойдешь. Право-влево. Вправо-влево. Вправо-влево. Точнее, влево-вправо-влево. Право-влево. Право-влево. Вправо-влево. Вправо-вправо. Красиво тебя убить с разворота. Не получилось. Ну, как-нибудь просто убьем. Так, тролль побежден. Клык-тролль. Аж две штуки забрали. Ну, в общем, все. Теперь можно возвращаться к Тараку, Гараку. Отдавать ему все ингредиенты. Язык ящерицы есть. Язык болтажера тоже есть. Рог мракорица есть. Зубы тролля тоже есть. Все замечательно. Сохранится прежде всего. И отправляемся тогда к магам огня. Хотя нет. Лучше я просто дойду до самого этого Тарака, потому что мне нужно будет от мага воды идти в шахту. Хотя нужно будет заглянуть к волку. Может, он сделал доспех. Не поражал полностью телепорт. Телепортируюсь. Сатурс, мне кажется, или ты только при мне начинаешь читать. А до этого так здесь слоняешься без дела. Так, сначала заглянем к волку. Может, он все-таки уже успел добить доспехи. Волк, я за доспехами. Эй, вставай. Не могу повторять одно и то же. Ну что, как дела с доспехами? Здорово. Как продвигается изготовление доспехов? Дело идет не так быстро, как хотелось бы. Мне нужно... Ну, понятно. Мне кажется, дело не идет быстро так, как хотелось бы, потому что здесь просто стоишь и смотришь на кучу руды. И думаешь, наверное, как ее себе забрать. Лечимся. А теперь отправляюсь в новую шахту, как буду около орка, продолжим. Итак, Тарок, самое время делать Улу-Мулу. Теперь у меня есть все, что нужно для Улу-Мулу. Чужак, сильный солдат. Дать мне вещи, Тарок делать Улу-Мулу. Ну, делай. Что? Вот. Чужак нести Улу-Мулу и быть гордым. Тарок теперь спать. Улу-Мулу это что? Меч или посох? Что это? Погодите-ка. Так, это явно не ожерелье, как я думал. А где он? Улу-Мулу. Великий знак силы и достоинства. Его хозяин может не бояться орков. Урон 35, сила требуется 30, двуручное оружие. А что это за ерунда такая слабая? Она как-то... Так, нет. Просто достани эту штуку. Может, она еще как-нибудь бьет магией, например, или... Нет, ну вот как можно из зуба тролля рога мракориса языка ящейца зуба болтажера все это сделать? Всего 4 трофея. Тут вот этих зубов, наверное, 18. А, хотя нет, это деревяшка. Да, это дерево. Дальше. Наконечник. Скорее всего, из рога мракориса. Или рог мракориса вот это. Поперечная самой трости этой палки. Самому древку. Ну, зубы болтажера или зубы тролля явно по бокам. Рога мракориса, скорее всего, это острие. Теперь мне можно идти к оркам, правильно? Что у меня в задании? Изнанный орк шаман. Может, мне стоит сначала орку шаману показать? Типа, вот смотри, твой друг сделал мне улу-мулу. Такое пойдет, меня примут в вашем лагере. Может, так. Не знаю. В общем, сейчас выбираемся, поговорим с орком шаманом, а для начала еще с волком. Ну, когда хоть можно уже ожидать это, да, сколько нужно его делать? Ее сделали орки. Неужели ты взял ее у тех орков, что были рабами на старой шахте? У орков он считается знаком дружбы. Я хочу с ним зайти в город орков. Очень надеюсь, что орки не трогают тех, кто носит этот предмет. Вот такой разговор с горным после того, как я ушел из-за теперь свободной шахты. Идти в город орков и, наверное, они дадут какое-то задание. Так, нового ничего не появилось. Надеюсь, волк сделал мой доспех. Отправляемся. И серьезно нужно с волком поговорить. Что за дела? Где мой доспех? А так как началась следующая глава, явно оружие обновилось. Поэтому стоит и к продавцу заглянуть. Так, волк, десант. Как забавно. я упал прямо в костер. Вставай. Хватит крутить кабана, сдавай мне доспех. Здорово. Ну что там с доспехом? Ну что, ты уже сделал доспехи? Я придумал, как скрепить пластины. У меня получилось. Ага. Это значит, что доспехи уже готовы? Да, конечно. Вот они. Они прочнее всех доспехов в нашем лагере. Это сразу видно. Спасибо, я твой должник. А, не беспокойся. Я всегда найду способ взять свое. Так, и посмотрим, что за доспех теперь у нас. Наш доспех в восемь... А, нет, вот наш 70, 10, 35. Защита от огня снизилась, защита от стрел повысилась, на десятку больше защиты от оружия и защита от магии появилась. А вообще, какая у меня защита от магии? Три единицы. Очень маленькая защита от магии у меня. Хорошо, одеваем, как он выглядит. Ну, нет. Нет. Мне не нравится совершенно внешний вид этого доспеха. Вот, что хотите, делайте. Сейчас я поговорю с волком, просто глянуть со стороны. Волк. Здорово. Ты можешь научить... Нет, я не буду носить этот доспех, он просто ужасно выглядит. Это поможет... Нет, 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 мне этот доспех не нужен. Какие характеристики у него не были? Он выглядит просто ужасно. Так. Тяжелый доспех стража. Мне и так защиты хватает, но разница 10 единиц там, 5 там существенной роли не сыграет. Теперь нужно закупиться. Кроме того, может у тебя лук какой-нибудь классный появился. Волк, погоди. Здорово. Обмен. Покажи. Да, покажи мне свои товары. 2600 роды у него. 45. Военный арбалет, 90. Несущий смерть лук. Ловкость 45. А у меня сколько ловкости, интересно. У меня где-то в районе тридцатки. Не, ну да, 27. Ладно, лук не мое. В поисках топора или в поисках хорошего меча. Также руны явно у Кроноса появились, новые стоять. Кронос стоять. Привет. Да, привет. Обмен. Я хочу приобрести свитки. И хотел бы посмотреть, может у тебя кольца появились какие-то крутые. Нет, это все я видел. Это что, каменная кожа? вот это можно прикупить. Это мне нравится. Вот это мне еще больше нравится. то, что мне нравилось, уходит в отставку. Значит, от огня магии не нужно. Теперь кольца. Нет, это не надо. это... Так, у них отличные амулеты, а кольца хорошие в болотном лагере. Значит, туда тоже нужно будет слетать. Что за руны? Ледяная колыба, это ерунда, ледяная волна, молния, свет. Остальное я тебе продавал. Так, что тебе можно продать на 1600? Наверное, что-нибудь из-за оружия. Так, это тем, чем я дерусь. вот судейский топор, боевой топор, всякие краши. Клак боится, я оставлю, потому что это хороший одноручный меч. Все остальное можно продать. Аня предка не хочу, вот остальное сжало. Просто мечи стражников попродаю. Так, так, все отлично, сделка, да. Одеваем амулет. со мной такого не случилось. У меня сейчас какая защита? 105-30. Снять одеться. Вот, теперь отстрел 45. И какой смысл в том доспехе пластинчатом? Магией стала защита 11. А темнеет, это плохо, могут все сейчас спать пойти. А я хочу просто залезть, запрыгнуть. Нет, нельзя. нельзя на такие пологие уступают забираться. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Больше не хочу слушать эту болтовню. Может, Ларс даст мне какое-нибудь задание? Почему он со мной больше не общается? Он вроде как один из лидеров этого лагеря и все, мы выполнили его задание, а теперь ему на все все равно. Ларс, хватит курить. Хватит курить. Поговори со мной. Привет! Да, привет. И никакого разговора нет. Грусть, печаль. Ну что, шарки, теперь мне продашь самый лучший топор. мне бы не помешала пара вещей. Что у тебя есть? Много руды. Воу, кулак тролля. Вот это я точно смогу снарядить. Глаз воина, 98, боевой топор, час расплаты, легкий топор. Естественно, берем кулак тролля, урон 100. Все. Теперь можно продать наш удар грома. И обычные мечи, хорошие мечи стражника для выкупа. Готово. Подтвердить. Теперь я могу и тролли наверное с 2-3 ударов убить. И 100% обычные стражники будут с 1 удара улетать. намного лучше. теперь что мне нужно? Мне теперь в болотный лагерь посмотреть кольца. Болотный лагерь. Я говорю полетели в болотный лагерь. А манны не хватает. Не хватает манны. Вольк будет достаточно. Всем привет, все, рады меня видеть. Темно правда, сейчас могут уйти спать. Кроме того, можно заглянуть к Дарриону, может у него что-нибудь получше этого топора есть, хотя я сомневаюсь. Урон 100, сила 100, может у него меч как у него есть на 110. Хотя меч мне больше нравится за того, что он подальше атакует, дистанция атаки вроде бы повыше. неестественно как не свалиться в болот. Даррион, не уходи никуда, я иду. А ты никуда не спешил, стоишь куришь. Поговори со мной. Амин. Молниеносный. Урон 90. Стальная ярость. Урон 88. Тяжелый дворучник. Урон 86. Но это все уступает моему троллическому клинку. Ерунда какая-то. Думал у него будет что-то пожёстче. Ладно. Идемте тогда смотреть кольца угуру. Потом можно будет поспать и наверное сегодня остановиться на этом. А в следующей серии уже отправиться на поиски города орков. Что оркам там нужно. И как бы мне выбраться отсюда. Да нельзя верить тому, что отсюда можно выбраться. все время одно и то. Нужно думать. Возможно только между нами. Другим не обязательно знать. выждать время. Итак, идолкодар, давай кольца мне еще. Обмен. Я хочу приобрести магические свитки. Магические кольца. Не вари. Книги, тонна книг. а это еще что? спешка пять минут, длительность две минуты, одна минута. Ладно, это мне неинтересно. А неприкосновенности такое у меня было. Такое или получше. Все, то есть у тебя никаких ценных колец не будет. Грустно. Пирокес, шторм. Но это явно не смогу освоить. А если обучение? Начнем прямо сейчас. Третий круг, 20 очков обучения. А у меня сколько их? У меня 20. Ну, давайте владеем третьим кругом обучения. Начнем прямо сейчас. Третий круг. Я готов получить знания третьего круга. Запомни. Да. Видения прояснялись, но духовные силы братства было недостаточно для того, чтобы призвать спящего. Вам повезло. Нашел один из гуру, алхимик. Он приготовил эликсир из слюны ползунов, братья выпили его перед молитвой, и впервые их силы объединились. гуру. В то самое время по другим лагерям разошлись послушники, неся людям слово спящего и обращая язычников в истинную веру. так был завершен третий круг. Четвертый круг стоит 25 очков обучения, а что из третьего круга у меня есть с собой из рун третьего круга? руна третьего круга. Кулак ветра второй, сон второй, вот шаровая молния, это хорошо, она вроде бдейственная. Огненный шторм, мне вот хочется огненный шторм заполучить и выше четвертого я вряд ли смогу уже подняться, потому что 27 уровень требует аж 203 тысячи, то есть наверное я максимум четвертый круг получу, а дальше уже совсем очков обучения не хватит на следующий либо конец игры придет. Так, следовательно, что мне осталось? Мне поговорить с издневным орком шаманом и собственно все. Давайте тогда в город орков отправимся в следующей серии, а в этой остановимся, сколько она длится, правда. Ну да, не особо длинная серия получилась на 40 минут, но не всегда бывает же часовые. Итак, спасибо всем за просмотр, если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, всем спасибо, всем пока.